Встреча с учебного года Наибольшее количество обстрелов, как последнее, не было на Донецком направлении, где военный преступник 72-й, 92-й механизированный бригад, обстрелили населенные пункты Крутая Балка, Ясиновата, Яковлюка, Спартак, Докучаевск, район аэропорта Кировский, Петровский район и города Донецка. Было выпущено 83 снаряда калибром 152 и 122 мм, 425 мин калибром 120 и 82 мм. В результате данного обстрела у нас есть гражданская Анищенко, 41-го года рождения, она получила ранение и повреждены два дома, это в Старом Михайловке. Также нарушено электроснабжение, населенный путь и лазовое. На Горловском направлении противник вел обстрелы по району населенного путь, Гальмовский, Азаряновка, Доломитная, Зайцевая, Железная Балка. С позиции 55-й арт-бригады, 53-й мехазирной, 25-й воздушно-десантной было выпущено 5 снарядов калибром 152 мм. Мы отмечаем применение РСЗО, было выпущено 37 снарядов и 10 мин калибром 82 мм. На Мариупольском направлении огонь из минометов калибра 120 и 82 ввелся по району населенного путь Саханка, Безымена, Тельманово, Ленинска, Николаевка и Октябрь. Всего с позиции 36-й бригады морской пехоты было выпущено 119 мин. За прошедшие сутки, защищая независимость нашей республики, погиб один, два случаев ДНР. Нам продолжают поступать данные о низкой укомплектованности лично состава подразделений вооруженных сил Украины. Согласно нашим источникам в штабе АТО, компания по привозу на контрактную службу подразделений, это они считаются элитные воздушно-десантные вооруженные силы Украины, проводимая с 1 марта по 1 июня, выполнена всего лишь на 18%. Так, из запланированных 3617 десантников набрано всего лишь 650 человек. Причины разные, можно сказать, это и низкоденежное удовольствие, слава материально-техническая база. Но в последнее время, сейчас мы отмечаем, это то, что в подразделениях начинаются конфликты на национальной почве. Я уже неоднократно говорил о том, что выходцы с Донбасса и западная Украина между собой не могут найти общего языка. Ну и вообще, сам по себе, престиж падает у них очень серьезным, потому что постоянно идут небоевые потери. Вот у нас последние данные есть, это в 3-м батальоне 92-й механизированной бригады, которая диссоциировалась в районе Красногора в Кемаринском районе. Ну и не знает, кем нужно быть, чтобы взорвать гранату внутри БТРа. Вот один погиб, двое раненых. В 72-й бригаде нашумевшая, вот у них при разгрузке на складе боеприпасов произошла детонация. САУ рядом стояло, от САУ ничего не осталось. Есть потери. Поэтому я призываю украинский народ и впредь уклоняться от службы фашистской армии и не становиться участниками правоубийственной войны на Набасской земле. Хотел бы еще добавить один факт такой, вот если мы отмечаем РСЗО. Вот у нас было Донецкое направление, Горловское, у нас сейчас до этого не было. Мариупольское, вот можно ожидать, что будет на Мариупольском. Но это мои только догадки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова